Рад вас всех приветствовать в этом видео, и настоятельно рекомендую не упускать уникальную возможность и подписаться на канал. По утверждениям Андрея Малахова, возможно в следующем году наш канал будет номинирован на премию ТЭФИ, так как здесь говорят правду. Под видео красная кнопка, надо всего лишь нажать. Теперь к новости. Анастасия Чернобровина рассказала, как Максим Галкин ухаживал за ней и как Пугачёва вмешалась в их отношения. В 2000 году телеведущий ухаживал за молодой Чернобровиной в надежде стать её избранником. В то время девушка относилась к Галкину как к близкому другу, но его ухаживаний не отвергала. По официальным данным, Максим Галкин и Алла Пугачёва стали встречаться в 2001 году, но их отношения завязались по всей видимости гораздо раньше. Анастасия Чернобровина рассказала в СМИ, что она однажды общалась с Примадонной. Алла Борисовна интересовалась, какие у девушки отношения с Максимом Галкиным. Телеведущая испугалась и сказала, что никаких близких контактов у неё с Максимом нет. Чернобровина отметила, что положительный ответ мог бы стоить ей карьеры. Вскоре ухаживания Галкина прекратились и он стал чаще появляться в компании Пугачёвой. Сейчас после рассказа Чернобровиной можно сделать вывод, кто был инициатором романом Примадонны и Галкина. Видимо, в 2000 году Максим хотел видеть рядом другую избранницу, но властный нрав Пугачёвой не позволил потерять мужчину, который ей нравился. Можно смело утверждать, что Примадонна отбила своего будущего мужа у молодой телеведущей. С тех пор Максим и Алла – счастливая пара. Уже сейчас они не вспоминают о романах, которые были до начала их отношений. Супруги, воспитывают двух прекрасных детей и транслируют абсолютное счастье. Однако, если бы в далёком 2000-м Пугачёва не отбила бы желание у Галкина встречаться с Чернобровиной, их судьба могла бы сложиться иначе.